Всем привет! Вы на канале Вязаные Истории, меня зовут Юлия. Я сразу выставила для вас все свое богатство, навязанное за последние недели моего отсутствия на ютубе. А выставила это сразу потому, что хочу поделиться с вами радостной новостью. У меня все эти игрушки выкупили. Я сейчас собираюсь на почту все это отправлять. Немножко не успеваю, потому что время уже у меня где-то часа 4, а почта закрывается в 5. Поэтому надо успеть. Но я не могу, чтобы не снять вам видео и не показать вот этих милашечек, которые у меня получились. Сейчас давайте сначала расскажу вам про то, кто у меня их купил. Это моя давняя заказчица. Мы с ней уже около года, наверное, не сотрудничали. И тут она мне перед Новым годом написала узнать, есть ли у меня игрушки какие-нибудь в наличии. А я как раз отправила все на ярмарку. И вот связалась у меня вот эта вот интересная компания. Я скинула ей фотографии. И она с удовольствием это все купила. И сделала еще дальнейший заказ на 30 разных кукол. Сроки у меня не ограничены. То есть у меня нет какого-то там за 2 месяца связать 30 кукол. Такого нет. Но в принципе то, что в течение времени какого-то я буду вязать кукол, чтобы общее количество было 30. Первые вот эти 2, они не входят в этот заказ. Они просто сразу куплены. А начну я с 5 своих болевинок. Вот моя начальная цель связать 5 своих болевиночек. Все, поделюсь счастьем своим. На самом деле счастье, потому что я очень долго ждала какого-то заказа. Ну как-то все равно привыкаешь немножко на заказ как-то вяжешь. А тут вроде бы и ярмарка есть. Там тоже, да, игрушки хорошо продаются. Но там как лотерея продастся хорошо или не продастся. А тут все разом у тебя купили и все. И заказ то же самое. Ты знаешь то, что ты сделаешь определенное количество. Получишь за это определенную сумму денег. Но в общем меня прямо это стимулирует очень хорошо. Поделилась с вами такой своей счастливой новостью. Теперь давайте я вам покажу, что я тут навязала. Во-первых, помните, показывала котиков-басиков не оформленных. Дошли у меня такие до них ручки. Хотя странное, конечно, немножко выражение. Дошли руки. Но в общем я их дооформляла, этих котиков. Это было настолько быстро. Не понимаю, зачем я долго тянула время. Они у меня все лежали, лежали. Все сделала очень быстренько. Немного по-разному я оформила им мордочки. Думаю, это наверняка хорошо видно. Я оформила им по-разному брови. И они смотрятся, вот особенно вот эти два, смотрятся совершенно по-разному. У этого такие более ровненькие бровки. Более прямые. Немножко слегка под наклоном. А у этого прям вздернутые. И сбоку глазиков. Вот этот вариант бровок мне нравится больше всего. Хорошенький прям. Игрушка очень быстро вяжется. Платный мастер-класс. Знаю канал YouTube, называется Амилав. Но я мастер-класс покупала ВКонтакте. У этой же девушки. Классно вяжется. Быстро прям. Ручки ввязываются. Ножки вывязываются в туловище. Хвостик ввязывается. Голова вывязывается. Даже ушки вывязываются тут же на голове. Получается из пришивания это пришить бантик. И сделать утяжку. Минимум. Каких-то дополнительных движений. Иголочкой. Все прям классно, быстро. И вот я не удержалась. Настолько, что даже связала вот таких вот девочек, кошечек. Я не помню, показывала вам или нет их. Наверное, не показывала. Или они, может быть, тоже у меня были не готовы. Но вот эти вот четыре кошечки. Это получается всего лишь один моток Гималайя Долфин Бэби. Сто граммового мотка мне хватило на то, чтобы связать четыре кошечки. Я даже сама удивилась. Размер у них вроде бы небольшой. Но вот такой маленький расход. Это было очень классно. Хотя вот на басиков мне не хватило на четвертого. У меня там где-то на половину четвертого бы хватило котика. Поэтому я его не вязала. И также вот я попробовала связать зайчиков. Там идет в мастер-классе как дополнение. Показано, как вязать ушки. Расписано. Хвостики. Хвостики я натворила. Привыкла вязать во время, как у этих котиков. И связала зайчикам вот такие хвостики, как у котиков. В итоге пришлось свернуть их так рулетиком. И хорошенько прям с каждой стороны прошить. Поэтому хвостики у меня не оригинальные, а такие маленькие. Но я прям полностью в восторге от этих игрушечек. Очень классные. Я бы с удовольствием повязала бы еще. Но пока что про плюш мне придется забыть. Временно перейти на полухлопок. Кстати, о полухлопке. Я закончила свою куколку. А точнее доснимала на нее мастер-класс. Вот такая получилась девочка. Мне не очень нравится цветовое сочетание. Прям вся какая-то желтая. Можно было придумать что-нибудь поинтереснее. Вот как здесь, например. Здесь цветовое сочетание прям суперское. Немножко получились разные головы. В мастер-классе я объяснила, в чем разница. Чем они отличаются. Как сделать вот такую голову. Дальше все сняла полностью. Показала, как вязать одежду. Как даже сделать шнурочки на ботинке. В общем, все. Тоже можно выдохнуть. Как огромный груз с плеч. С меня слетел. Потому что эту куклу я связала еще в конце декабря. Оформила в начале января. И вот вы больше месяца ждали пока. Когда же, когда же выйдет на нее мастер-класс. Две части уже есть на канале. Завтра выйдет третья с волосами. И потом выйдет четвертая. Заключительная по одежде. Кстати, хотела рассказать еще один такой момент. Если вдруг вы не вязали по моим мастер-классам. Которые вот выходят только. Но собираетесь. Имейте в виду то, что разница между выходом частей мастер-классов примерно 2 дня. Я никогда не выставляю весь этот мастер-класс в один день. Все 4 части. Все равно я веду какую-то статистику. Стараюсь как-то публиковать более-менее нормально видео. И если я выставлю все их 4 части в один день. Это будет совершенно не то, что нужно. Поэтому с периодичностью в 2 дня всегда выходят мастер-классы. Точнее части мастер-класса. Потому что знаю, очень многие начинают вязать сразу же, как только вышла первая часть. Не глядя, когда она там вышла. И потом мне приходит большое количество комментариев с вопросами, где вторая часть. Не могу найти вторую часть. И приходится каждому вот так отвечать. А пока на все комментарии ответишь, уже можно снять половину головы, например, как вязать. Ну, в общем, как-то так. Вкратце вам рассказала, чтобы вы, если что, знали. Все, куколок этих тоже забирают сразу же. Я никого не фотографировала. Показываю вам только на камере. Даже нет времени сфотографировать. Вот такого мишку тоже забирают у меня. Это старенький мишка. Я его вязала, кажется, перед Новым годом. По мастер-классу Ксении Крупской в марафоне. А вы знаете, что я еще забыла вам рассказать про то, что натворила во время съемки мастер-класса. Сейчас я вам вставлю этот кусочек. Мне было так обидно, вы просто себе представить не можете. Представляете, что я тут сейчас натворила? Вставлю вам кусочек этого видео в Вязовлоге. Очень хочется просто поделиться этим моментом. Потому что все думают, что снимать мастер-класс это так легко и делать нечего. А на самом деле постоянно вот такие вот какие-то моменты происходят, которые вообще выбивают из скольки. А ты уже обещал по срокам, что будет это в этот день. В итоге сидишь и ничего не получается. Доформляла куколку, доснимала, все уже сделала. У меня была уже полностью пришита голова. Сейчас я ее отрезала. А все дело в том, что я начала монтировать часть, как вязать туловище, голову и волосы. У меня уже отсняты были части. И заметила то, что туловища просто нету в моем телефоне. Я его как-то случайно удалила, когда освобождала память. Вообще так обидно. Сейчас мне придется вот это все полностью распустить и снимать видео заново вот с этой частью. Хорошо, что хоть голова на месте, волосы на месте. Мастер-класс. Ужасно обидно. Сегодня должна выйти вторая часть мастер-класса. Сейчас время 3 часа дня, а я, получается, только буду распускать тело, чтобы связать на камеру новое. И такое бывает. Очень-очень обидно. Вот что получилось. Распускать, конечно, дело очень быстрое. Пряжа эта теперь уже тоже никуда не годится такая. Очень похожа на какую-то вермишель китайскую. Так что я пошла вязать заново. Посмотрим. Надеюсь, теперь уже все получится. Но потом я взяла себя в руки, все пересняла быстренько, все сделала. Так что все. Потом вторая часть вышла вовремя. В тот же самый день мне удалось успеть. Кажется, все рассказала. Наверное, единственное, я не показала вам еще чебурашек. Большого вы видели вот этого. Потом я сняла голову для мастер-класса. Тело вязала отдельно. В итоге немножко тоже опять заморочилась. Заморочилась так, что мне пришлось вязать еще одного. И немножко по-другому его оформила. Попробовала вставить другие глазки. Носик. Да, носик у меня черненький и поменьше. Но все равно, конечно, больше похож на обезьянку. Мне, кстати, очень понравилось, как таких чебурашек оформила Кристина. Думаю, Кристина Книц. Многие из вас тоже смотрят этот канал. Можете посмотреть. У нее очень симпатичное оформление мордочки. Я, в принципе, если когда-нибудь еще решусь на то, что вязать такого чебурашку, я, наверное, попробую оформить именно так эту мордажку. Вот эти два одинаковые. Тело по одной схеме. Голова тоже по одной схеме. Единственное вот отличие в размере глазок, носики. И все. Остальное все то же самое. Получается, на вот этих троих чебурашек у меня было два мотка Гималайя Долфин Бэби. И еще примерно где-то, может быть, чуть-чуть меньше половины моточка у меня осталось. Мастер-класс все лучше тоже готов. Чебурашек больше вязать не хочу. Даже буду отнекиваться. Кстати, я их не предложила своей заказчице. Она живет совсем в другой стране. И мне кажется, как-то, наверное, чебурашки у них... Чебурашки более популярные в России. Я думаю, там навряд ли кому-то нужно будет чебурашки. Поэтому я что-то как-то даже и не предложила ей их. То, что они у меня есть в наличии. Поэтому пока что будут лежать у меня. Потом посмотрим, что я с ними сделаю. Вот на этом и все. Такие небольшие мои работы. Вязала очень мало. Прям очень мало. У меня сейчас небольшие трудности, так скажем, во всех жизненных отношениях. Поэтому очень мало вяжу. Стараюсь выкраивать вообще время. Даже не знаю, каким образом я умудрилась не бросить все это вязание. И вот дождаться заказа. Потому что если бы заказ не пришел, мне бы, наверное, уже не хотелось ничего делать. Какой-то такой... Мотивация пропадает. И ты думаешь, что уже бы проще и на работу просто выйти без всяких вот этих заморочек. Но, как всегда, все бывает вовремя. И вовремя мне пришел этот заказ. Так что я теперь счастливая, воодушевленная. Побегу дальше вязать теперь же своих балеринок. Все, что обещала, я все выставила на канал. Мастер-класс тоже выйдет на куколку дальше продолжение волосы. И одежда осталась. Поэтому увидимся мы с вами теперь в следующем вязальном влоге. Я постараюсь снимать для вас почаще. На этом все. Всем спасибо за просмотр. За то, что интересуетесь моими вязальными делами. Мне это очень приятно. Особенно приятно читать ваши добрые комментарии. И извиняюсь за то, что я не всегда на них сразу отвечаю. Иногда у меня просто нет на это времени. Хотя я все-все читаю. Все, всем спасибо. До новых встреч в новом видео.